МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фенесистка Мария Шарапова, кстати, самая богатая российская спортсменка из-за допингового скандала теряет один рекламный контракт за другим. И тут на помощь ей решили прийти кировские предприниматели. Вятский квас предложил звезде стать лицом бренда. Ну, прямо бренд какой-то. О местных производителях пока не столь амбициозно. Поговорим с гостем программы. Меня зовут Дмитрий Чешков. Итоги. Здравствуйте. Нам есть чем с вами поговорить. Дело техники. Продление льготного к автокредитованиям. На каких условиях теперь будут предоставлять поддержку? Ум, честь, а совесть? Это уже не консультирование, это уже не терапия, это уже что-то совсем другое. Курсы личностного роста к чему может привести популярный сейчас коучинг? Еда по правилам и без. В Тюмени собираются открыть новый банк, на этот раз продуктовый. Кому он поможет? Большой спорт вновь вернется в регион в начале апреля. Мы с вами воочию увидим, как без ланицы с лыжниками сражаются на лыжных трассах. Новые подробности гонки чемпионов. На 16% удалось снизить аварийность на федеральных трассах Тюменской области по итогам прошлого года. Полицейские связывают этот результат с работой комплексов фото и видеофиксации, о чем и доложили сегодня на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Из 927 тысяч административных протоколов за нарушение ПДД чуть больше половины пришлось как раз на такие мобильные и стационарные комплексы на трассах и на центральных улицах городов. Так что водители дисциплинируют не только камеры, но и штрафы. Губернатор отметил, что использовать передвижные установки нужно максимально эффективно. Тщательный анализ работ позволит вовремя перемещать их на самые сложные участки, чтобы снять напряженность. И это был кнут. А теперь пряник на программу льготного автокредитования в 2016-м выделят в три раза больше средств, чем годом ранее. В цифрах это 11 миллиардов 300 миллионов рублей. Так правительство собирается стимулировать спрос среди водителей. Кстати, о бизнесе тоже не забудут. Больше всего субсидий достанется промышленникам в 80 миллиардов рублей. На каких условиях лица физические и юридические теперь могут обзавестись новой машиной, знает Ирина Шипилова. 0% годовых. Теперь такое предложение не рекламный ход, а реальные расходы желающих купить новый отечественный автомобиль в кредит. В России продлили госпрограмму в поддержку заводов-производителей. Дополнительно расшевелись покупатели, готовые автосалоны и банки. Продажи автомобилей падают. И как бы январь-февраль показали, есть официальная статистика. Доля кредитных продаж в принципе остается на уровне 2015-го года. То есть она не снижается. Государственная программа субсидирования ставок по кредитам не первый год приходит на помощь. Условия ее немного поменялись. Выросла сумма, первоначальный взнос. В него теперь можно включить страховку. Ставка за счет возврата денег из федерального бюджета банкам упала с 19 до в среднем 11,5% годовых. При высокой доле кредитных продаж автоконцерные салоны готовы взять на себя оставшиеся проценты. Практически все бренды, продающие автомобили, усиливают воздействие государственной программы. Часть брендов доводит при определенных условиях ставку за кредит до 0%. Есть автопроизводители, которые просто при приобретении автомобиля в кредит делают прямую скидку. Не забыли и про транспорт для предпринимателей. В прошлом году в программу господдержки включили автолизинг. В этом году продлили. Если речь идет о федеральной программе Минпромторговской, то клиенты экономят от 10 до 15% от цены машины. Если речь идет об областной программе, плавно переходим, там экономия намного интереснее и существеннее. То есть здесь клиенты у нас умудрялись до половины стоимости первоначальной предмета лизинга сэкономить. По госпрограмме новый транспорт можно взять в лизинг со скидкой. В региональных условиях аванс возмещается полностью. За минусом НДС. Плюс к этому субсидии части лизинговых платежей. Бизнес тоже может воспользоваться сразу несколькими программами одновременно. Падение продаж в этом году прогнозировалось на 40% в коммерческом и 20% в гражданском сегменте. Теперь этот процесс должен снивелироваться до 9%. Несмотря на рост автоцен, для покупателей это шанс хоть как-то сэкономить на покупки. Ирина Шипилова, Александр Вележанин. Тюменское время. А вот некоторые покупатели, кажется, прибедняются. Смотрите сами. Объем вкладов в Тюменской области и соседних северных округах рекордно вырос за последний год на 22%. Если измерять в рублях, население отнесло в банки 120 миллиардов. Это несмотря на падение доходов, невысокие ставки и отзывы лицензии. Доля валютных вкладов увеличилась на 37%. Она достигла почти трети в общем портфеле. Правда, теперь с падением курса доллара и евро происходит переток средств опять в рублевые депозиты. Размещают деньги в основном на полгода. Хотя раньше предпочитали долгосрочные вложения. Это просто сохранить свои сбережения, чтобы они превысили инфляцию. Хотя бы. Пока банки наиболее высокие ставки оставляют на сроки полгода. То есть в долгосрочной перспективе мы планируем, что ставки будут падать. По итогам этого года прогнозы Центробанка скромнее. Рост вкладов составит 15%. И свежая федеральная новость. Всех турагентов начнут регистрировать с начала следующего года. Сегодня на базе операторского объединения «Турпомощь» началось создание такого реестра. А накануне еще и «Ростуризм» восстановил в своем, правда, реестре 13 компаний, исключенных из него в декабре из-за антитурецких санкций. Теперь туроператоры от заграничного капитала избавились. Увы, это возвращение на уровне цен на путевке, похоже, не скажется. Поезд ушел. Компании, которые были, исключены. Самый большой объем по международной туристической перевозке выполняли из нашего города. Конечно, мы были на этот период вынуждены как-то переориентировать наших партеров на альтернативные компании. Но сам факт, то, что этот вопрос разрешился, это очень такой большой, важный для нас репутационный момент. Ну а между тем, на российских курортах опасаются укрепления рубля, потому что трудно удержать, видимо, туристов низким уровнем обслуживания по высоким ценам. Могут опять за рубеж отправиться. Тут даже депутаты Госдумы выступили, мол, хватит по телевизору показывать за границу и скушать соотечественников. К нам присоединяется Анна Чеханадская. Аня, здравствуй. Добрый вечер, Дим. Ну вот мне еще вчерашняя новость нравится, где Министерство труда предложило отправлять нас в Палестину. Ну, причем там нет гражданских аэропортов, правящая партия Хамас. Надо ехать, я думаю. Все блага. Но можно ехать, главное, чтобы долгов не было, Дим. Ибо количество должников Тюменской области только растет. А чем же ты думаешь-то такому? Расскажу прямо сейчас. Хорошо. РБК сообщает, что долги невыездных тюменцев достигли 11 миллиардов рублей. Такую крупную сумму задолжали более 16 тысяч жителей региона. Это общее число неплательщиков на сегодня. Но только с начала года порядка 2800 человек были ограничены судебными приставами в выезде за границу. Сумма, которую они задолжили, равна 7 миллиардам рублей. В основном граждане сознательно или по забывчивости не платят кредиты, налоги, штрафы, алименты и не оплачивают услуги ЖКХ. Тобольская больница все-таки выплатит пациенту 150 тысяч за забытую салфетку в ноге. Новость публикует российская газета. Напомню, еще в декабре 2013 года житель Пятигорска, находясь в Тобольске, поскользнулся, упал и получил закрытый перелом бедра. В тот же день он был доставлен в больницу. Мужчину прооперировали и выписали, но потерпевшему становилось только хуже. Он снова оказался в больнице, уже в Стаброполе, где медики обнаружили в ноге пострадавшего марлевую салфетку, оставленную тобольскими коллегами. Потерпевший обратился в суд, и вот сегодня он взыскал в пользу жителя деньги в счет компенсации моральному вреда. Памятник архитектуры станет гостиницей с рестораном. О том, что бывшую травматологию на улице Ленина в Тюмени реконструируют, пишет в слухру. Каменный особняк был построен в конце 19 века. В этом здании родился и провел детские годы поэт Василий Князев. Ну а больше всего место запомнилось горожанам как травма. Медучреждение располагалось здесь с 70-х годов прошлого века. Сейчас в здании идут работы по укреплению фундамента. Решаются вопросы о сохранности колонн. Старые конструкции сильно пострадали от влажности. Реконструкция особняка – дело не дешевое. Будущий собственник взял на себя все расходы на ремонт. Ну, возможно, также, Дима, в здании появится комната, посвященная семье Князевых. Ну, а сейчас здание выглядит не очень презентабельно. Растяжка с изображением дома, как всегда у нас при ремонте. Знаешь, мне стало интересно почитать его стихи, я нашел. Мне понравилось, особенно в тему к обзору СМИ. Пять человек – враль, трупиков, отпетые, мерзавкер и жульё. Прилежные за днём, публичным занимаются враньём и вкупе называются газетой. Ну, это поэзия начала 20-го века. Да, он ещё и репрессирован был. Тебе большое спасибо. Спасибо, Дима. Почитай, кстати, правда интересно, я продолжу. Ну, зрелище – дело хорошее, но как без хлеба никак. В выставочном зале открылась очередная выставка сельхозпроизводителей. Более 50 участников, в том числе и из соседних регионов. Тут тебе и продукты, и оборудование, и технологии. Всё это можно не только увидеть, но и купить. Подобные мероприятия помогают не только холодильник заполнить, но и опытом обменяться. Так было с агрофраншизой. Увидели, взяли на заметку и начинаем внедрять. Подробнее о новом явлении для области расскажет начальник управления регулирования потребительского рынка Андрей Пантелеев. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Главный специалист по франшизам в Тюменской области. Я думаю, что это даже не скромность, ничего, это правда. Спасибо. А новое явление, агрофраншиза, можем уже о ней говорить как об устоявшемся явлении, да? Ну, на самом деле, да, есть уже первые пилотники, которые состоялись, запустились и уже имеют даже точки продажи. Эта франшиза, это инициатива предпринимателей или всё-таки правительство? Нет ничего лучше, чем увидеть, как это делают и перенять этот опыт. Ничего в этом такого нет. Бенч-маркетинг, он приветствуется и заставляют. Даже сейчас говорят о том, что не надо изобретать велосипед, посмотри, как это уже сделано. И эту технологию применили у себя. Поэтому мы увидели, как это сделали в другом регионе, в Перми. Порядка 200 агрофраншиз они в итоге продали. Это достаточно серьёзно увеличило объёмы производства ЛПХ. И долю их в производстве в целом в регионе. Естественно, надо было этот опыт брать. И, собственно говоря, благодаря внутренней работе, налаженной внутри самого Тюменского района, в структуре всё было сделано. Муниципалитет приложил усилия к написанию, описанию франшизы, структурированию. Поработали с экономистами, с областным департаментом экономики, с нами, с департаментом АПК. Каждый подкорректировал в своей части тот пакет, который сложился. Это не сложный документ. Самое главное, там описаны основные вещи и заложены этапы сопровождения. Потому что любой запущенный проект надо сопровождать. И вот эти контрольные точки там отмечены, что позволяет добиваться единого качества. Явление новое появилось в Тюменском районе. А как, допустим, я не знаю, аграриями из Нижне-Тавдинского, я не знаю, Викуловского и других районов, сказать, что это не страшно, это работает, это вообще вопрос какого времени? Я думаю, что в этом году мы увидим достаточно высокий интерес со стороны всех муниципальных образований. Первый пилот есть, есть что показать. Почему нужно делать единые технологии? Первое, это чтобы был на выходе один и тот же продукт. Мы видели, когда птица одинаковая, сделана хорошо, но с точки зрения внешнего вида, одна выщипана качественно и вид хороший товарный вид. И эта агрофраншиза тоже решает? Конечно, дается вся технология, а у другого она выщипана не так. И вот вроде бы мы вырастили даже одинаково, но в одном звене допущен сбой, и конечный финальный продукт выглядит не так, и он не покупается. Либо ты выжден его продавать дешевле с дисконтом, 20%, иначе потребитель видит два продукта, но этот столько стоит, а этот столько стоит. За одну цену не готов покупать. Поэтому агрофраншиза предусматривает все этапы до конечной финальной реализации, и тогда, ну скажем так, мы можем гарантировать конечный результат. Цена вопроса? Разные франшизы по-разному стоят. Вот, ну, к примеру, вы можете для себя закладывать, что вы получите 117 тысяч, и примерно еще столько же вам придется вложить собственных средств. В департаменте труда и занятости есть по программе самозанятости 117 тысяч, которые выдаются именно, и, скажем так, это и для департамента очень выгодно. Мы тут просто объединяем усилия. Когда он дает не просто человеку, который решил, ну, не с того с сего заняться маленьким сельским хозяйством и не знает, как это делать, а другое дело, когда он дает ему в руки, понимая, что он взял агрофраншизу и его сопровождают, и он, ну, не сгинет у нас завтра вместе с этим софинансированием. С точки зрения продаж дальнейших, важнейший вопрос, это обеспечивается через предприятие, ну, главного франшизера, да, который уже имеет свои точки сбыта. В этом и весь эффект, что если я умею продавать, и у меня уже есть канал сбыта, и я понимаю, что у меня готовы покупать еще, я продаю свою агрофраншизу. Если я понимаю, что рынок уже насыщен моей продукцией, я дальше не продаю, потому что куда мы с вами с этой продукцией денемся? Либо моя будет стоять, либо ваша. Поэтому пока мы видим перспективы, что рынок сбыта предполагает, все, он спокойно может развиваться. Спасибо большое. Спасибо вам, Дмитрий. Продолжение следует... Тюменских производителей, торговых точек, ресторанов и пунктов быстрого питания. Для них это возможность сэкономить на уничтожении непроданной еды. Организаторы уже провели консультации с управлением Роспотребнадзора и налоговой службой. Это большой, огромный проект. Отлично. Мы начинаем работу внутри некоммерческих организаций. Это форум благотворительности. Для того, чтобы поддержать социальную стабильность в наше время, я думаю, что этот проект будет очень актуален. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на сайте tumantime.ru, а также на ютубе и в группах «Тюменское время» в соцсетях Facebook и ВКонтакте. Впереди новости из районов, а после вернемся в студию. Нам еще есть о чем с вами поговорить. Фирменные сервелаты «Ветчина» из Викулова могут появиться на прилавках магазинов региона. В селе запустили колбасный цех. Закуплено новое оборудование. К лету планируется расширение объемов производства. В ассортименте появятся пельмени, фарш, рагу, фаршированный перец и котлеты. Сегодня на 1 рубль подорожал проезд в городских автобусах Тобольска. Стоимость билета теперь составляет 19 рублей. Также на 1 рубль увеличилась цена проездных. Сегодня Тобольское ПТП обслуживает 21 маршрут. За год протяженность сети увеличилась с 300 до 345 километров. В Ишиме подвели итоги диспансеризации за 2015 год. Первый ее этап – первичное обследование – прошли более 12 тысяч человек. Второй – уточнение диагноза свыше 3 тысяч. План на этот год – обследовать почти 15 тысяч ишимцев, в том числе 360 студентов и 163 участника Великой Отечественной войны. В Нижне-Тавдинской школе открыли электронный читальный зал президентской библиотеки имени Ельцина. Воспользоваться этим фондом смогут не только учителя и ученики, но и все жители муниципалитета. Здесь намерены провести ряд мероприятий. Одно из них – конкурс педагогического мастерства. Ну да, педагогам без интернета сейчас никак. Время такое, приходится советоваться. В Тюмени сегодня как раз презентовали интерактивный тренажер для системы образования. Не пугайтесь, по сути, это просто специально оборудованный класс. В нем учителя и чиновники, всего 1800 человек, будут поочередно проходить 6-часовой курс работы в системе электронная школа. На нее с 1 сентября перешли все общие образовательные учреждения, но пробелы в знаниях все-таки остались. Педагоги тренируются в заполнении электронных журналов, от бумажных вскоре откажутся совсем. Качество работы в системе разное. Кто-то очень хорошо работает, каждый день заполняет домашние задания, ставит оценки. Кто-то делает определенные паузы. Мы это в системе видим, анализируем. И мы понимаем, что мы должны оказать содействие, мы должны им помочь подтянуть их с точки зрения знаний. А для удобства родителей действует приложение «Образование 72». Больше 6,5 тысяч человек проверяют оценку своих детей онлайн. Ну, пока не самая большая цифра. Как стать лучше? Вопрос актуальный не только для среднего образования. То тут, то там, в интернете, по телевизору, на улице реклама всевозможных тренингов. И название один другого лучше. Классическая космоэнергетика, самопознание, исцеление тела, разума и духа, купание в нирване. Кстати, это все реально существующие курсы. И специалисты, как на подбор, с вертификатами и лицензиями, порой выданными самим себе. К чему могут привести такие коуч-практики? Разбиралась Анна Княжева. Более 300 умнейших людей, мудрецов, экспертов, коучев, тренеров, дарят свои знания. Всего лишь за 5 долларов в неделю вы можете приобрести мудрость, знания, которые подарят вам богатство. Это типичная реклама курсов личностного роста. Услуги коучей или тренеров сейчас на пике популярности. А Юр Ербоктанов несколько раз посещал семинары приезжих специалистов. Впечатления смешанные. Я сталкивался с тем, что приехал очень жесткий тренер. И он тупо три дня подряд гнобил аудиторию. Я-то отсеялся где-то на первый день. Деятельность коучей ничем не регламентируется. Поэтому здесь, как повезет, среди таких везучих оказался бизнесмен Александр Друганов. Он считает, что именно после общения с коучем его дела пошли в гору. Просто в интернете поискал, почитал отзывы. То есть на основании этих отзывов уже сделал выводы. Я прошел небольшой курс. Он был шестидневный. Шесть занятий по два, по три часа. По стоимости это было в районе адекватной деньги до 10 тысяч. Но если эффект от бизнес-коучинга еще можно как-то оценить, то курсы личностного роста явление непредсказуемое. Ведь, как выяснилось, чтобы стать человеком, приближенным к психологии, достаточно вступить в профессиональную психотерапевтическую лигу. У нас есть ступенчатое членство. Наблюдательное, консультативное и действительное. То есть три разных уровня участия. Наблюдательный уровень участия предполагает, что такой статус могут получить люди, обучающиеся, интересующиеся психологией и психотерапией. Там можно не иметь высшего образования медицинского, психотерапевтического или психологического. Поэтому сертификат не гарантия профессионализма. При выборе коуча специалисты рекомендуют обращать внимание на другое. И психологическое консультирование, и терапия, и курсы личностного роста, они не предполагают навязывания каких-то идей внешних. То есть это чистой воды обучение. Если на курсах личностного роста навязываются какие-то идеи, неважно, как они позитивно выглядят, это уже не консультирование, это уже не терапия, это уже что-то совсем другое. По мнению специалистов, коучинг подходит только психически здоровым людям. Решить серьезные проблемы курсы личностного роста не помогут. Анна Княжева, Евгений Доценко, Тюменское время. Но тут, наверное, другой вопрос. Пойдет ли психически здоровый человек без серьезных проблем на такие курсы? Над ответом подумайте сами. А пока к другой теме. Впрочем, она тоже так или иначе с образованием и обучением связана. Один из интересных выводов, который сделали накануне на губернаторских чтениях, нам нужна работа над ошибками. Как показали чемпионат Европы по биатлону и чемпионат мира по зимнему плаванию, к примеру, большого количества иностранцев Тюмень во многом не готова. Чаще всего зарубежные спортсмены и болельщики жаловались на то, что их не понимают в гостиницах, кафе и ресторанах. Даже на официальных сайтах не всегда можно найти информацию на английском. Нам нужно, конечно, посмотреть и по поводу тех сайтов, которые представляют органы исполнительной власти, и региональные, и муниципальные в том числе. Нам, конечно же, нужно обратить внимание всех компаний, которые работают сегодня в регионе. Нам нужно обратить внимание всех гостиниц и все, что обслуживает сегодня как раз приезжающих людей, для того, чтобы набор, как минимум, английский, как минимум, немецкий, чтобы у нас обязательно присутствовал. Все на курсы иностранных языков. В следующем году на этапе Кубка мира по биатлону посмотрим, что из этого получится. Репетицию, кстати, можно устроить и раньше. 9 и 10 апреля в Тюмени пройдут гонка чемпионов и соревнования на приз губернатора области. Билеты поступят в кассы уже в понедельник. Интернет-продажи, напомню, начались неделю назад и большая часть билетов на сайте уже продана. В этом году впервые обе гонки пройдут в одном месте на стадионе «Геолог». Интерес к мероприятию высок еще и потому, что во второй день, кроме биатлонистов, участие в нем примут и ведущие лыжники со всего мира. Мы с вами воочию увидим, как биатлонисты с лыжниками сражаются на лыжных трассах. Соответственно, у нас пройдут спинты, такие мастарты одиночные. У нас получается 10 лыжников, 10 лыжниц, 10 биатлонистов и 10 биатлонистов. Подтвердили участие в тюменских гонках братья Фуркады, Бьерн Даллин, Симон Шемп, Доротея Вирер. Из российских звезд претендовать на денежный приз будут Антон Шипулин, Евгений Гаранчев и Иван Черезов, который, кстати, объявил о завершении профессиональной карьеры именно в Тюмени. У меня же к этому часу все новости. Завтра будет новый день, новые события. Роман Уявановича будет о чем с вами поговорить. В студии работал Дмитрий Чашко. Спокойной ночи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин